Насколько я знаю, у этих самых клестов, которые Бенкман исследовал, там типы контактных криков выучиваются. И, соответственно, там 10-20% прибывших в стаю это чужаки, ну и других группировок. То есть, типа, смогут выучиться, они там останутся. И, может быть, вот как раз эта история с клестами, она иллюстрирует другой способ поддержания обособленности на том уровне, когда птички включаются в состав популяционных группировок. То есть, когда они пары образуют, они часто делают ошибки, владят гибридом. И вот не кажется ли вам, что жестко привязав биологическую концепцию вида к одной конкретной модели, ну вот к модели reinforcement, к конкретному признаку репродуктивной изоляции, вы сами создали такое соломенное чучело, которое удобно критиковать. Потому что ведь обособленность может поддерживаться и другим способом. Ну вот, в частности, тема, о которой я говорю, и сейчас же уже много случаев известно, когда две обособленные вполне популяционные системы обмениваются генами через гибридизацию. Ну, можно ли считать обособленностью? Если морфологическая обособленность, то я с вами согласен. Вот, по-моему, в понимании Майера обособленность это как раз объективная изоляция, а не морфологическая обособленность. Нет, нет. Вот как раз, по-моему, репродуктивная изоляция – один из критериев, с помощью которых она может поддерживаться. Возможно, другой способ. Вот как два вида губок смешали, растерли, они реассоциируют. Вот то, что с клестами, очень похоже на это. Ну вот, то, что касается клестов, да, наверное, они могут эти колл-типы выучивать, но почему-то этого не делают. Делают, делают и что-то те. Ну, по крайней мере, если делают, то мало. Вот сам этот момент мы оцениваем, там, уровень интегрессии, там, как это десятые доли процентов. Если бы они постоянно выучили… Есть экспериментальная статика, я понимаю, что… Экспериментальная, может быть, да, не выучили, но в природе это не происходит. И опять же, если бы происходило часто, тогда бы не было различий по FLP, они есть. За счет сортировки, то есть в стаях удерживают, то есть, грубо говоря, вот есть некий генотип, который типичен для данной стаи, понятно, что могут рождаться и похожие на другую стаю, и на эту. Они сортируют особи между собой, в результате в каждой стае оседают те, которые наиболее к ее среде приходят. Как они знают, эти особи будут сортироваться. Ну, это так и вот, да, теоретические вопросы. Вы считаете обязательным наличие экологической сегрегации? Не может быть лишь репродуктивной изоляции без разделения по экологическим нишам? Для обстановления симпатрии, да, это на моделях иноментационных показано, что если есть репродуктивная изоляция, но нет экологической сегрегации, тогда образуется узкая зона контакта без гиперризации. Эти эмпирические свидетельства и об обратном говорят. Значит, есть сегрегация. У меня два вопроса. Вот один насчет крестов. Вот у них клюв в нахлёст. Это дает какие-то преимущества? Если бы у них был прямой клюв, или там изогнутые равномерно без такого кривого нахлёста, что шишки им не дались бы тогда? Или это просто так вот случайно они так вот такие сформировались? Ну, как бы вопрос подразумевает, есть ли другие виды, которые столь же успешно такими же шишками питаются, но не имеют такого замечательного клюва? Ну, я не кистолет, поэтому не могу заточить ответить на этот вопрос. Наверное, он для чего-то нужен, чтобы дотрать шишку. Он для чего-то нужен. Ну, как я понимаю, он действительно изогнут именно так, чтобы было удобно семена. А есть ли другие птицы, которые такими же семенами питаются? Ну, дятлы, например. Дятлы питаются семенами. Нет, дятлы их по-другому вынимают. Ну, конечно, да. Первые кресты революционно близки к чечевицам, а чечевицы не питаются семенами. Не могут употреблять. Ну, то есть, просто хочется понять, это предобразованность или это возникло в процессе не совсем изогнутых глюв, потом все более изогнутых глюв, есть ли какие-то? Взлетки с прямыми глювами. Да, изогнутым он становится быстрее. То есть, он рождается прямой? Да. И вот после того, как он изгибается от свою шишку. Ничего себе! Вот это интересно! Не связанное с крестами. Ну, вы как репродуктивная изоляция, ну, как мантра такая, вот. Она, конечно, нужна, я понимаю, даже стоите на основу всего. Но у меня вопрос, а как, по-вашему, она зарождается? Как она возникает? Ну, на мой взгляд, в результате такой дивергенции на стадии АЛОПА-3. Кроме того, поведенческой изоляции. То есть, случайные различия по признакам брачной окраски, они автоматически приводят к оперативной изоляции. Если есть импринтинг, запечатление от углепродителя, половой импринтинг. А он есть. То есть, он показыван практически на всех птицах. Что там, может, они какие-нибудь феромоны, они окраска, может, еще? Ну, у птиц нет феромонов. Они по окраске и по песне. А птицы не нюх, у них обладение не работает. Плохо, он есть, но плохо работает. В основном это акустическое и зрительное. Кристалм, он сперва отрывает шишку от ветки, потом держит лапой шишку и уже после этого достает зернышки. То, как вы понимаете, оторвать шишку от ветки нужно большое усилие, чем просто расслужить ее. И для этого, наверное, захват будет сильнее. А как же он пока молодой? Молодой, что я не могу. Я думаю, что он всегда не понимает. Он не может быть в любом случае. Он не больше раздает. Граждане, давайте вы это обсуждите потом. Ну ладно, а мы же на Россию исчерпаны не имеем времени.